Всем привет! Всем привет! Мы едем в шоппинг! Ей! На карантине! Совсем не настоящий шоппинг, но почти что настоящий. Значит, едем мы в магазин, который называется Walmart. Это такой гигантский монстр, магазин американский, который в Америке самый большой, один из самых дешевых, очень... Ну, бюджетный, так сказать. Не дешевый, бюджетный магазин. Нам кое-что нужно по хозяйству, сковородки там, вот такие вещи. Но там есть одежда, есть украшения, и есть сумки. Очень такие, ну, не очень такие, я бы сказала. Но за неимением нормального шоппинга что есть, при том, что он, в общем-то, открыт, потому что он... В нем продается так же еда, и в нем продается так же всякие для дома принадлежности, немножко медикой, трясется. В общем, давай магазин, в котором можно купить картошку, колеса, не знаю, там, часы, пальто и яйца вместе все одновременно. Ну, еще там заодно велосипед с матрасом. Короче, вот, сельпо. Такой сельпо, которая является очень популярным магазином в Канаде. Хоть это и американский магазин, но в силу того, что там все есть, и в силу того, что он достаточно бюджетный и не очень дорогой. Ну, вы увидите. На самом деле, если там будет большая очередь, чтобы зайти, то мы не пойдем туда, никакого шоппинга у нас не получится. Так что будем надеяться, что очередь будет не очень большая. Ну, если вы немножко слышали про этот магазин, то вы знаете, наверное, что это целая культура. В Walmart People есть даже такая серия фотографий. Считается, что в магазине Walmart в Америке, в американском, ну, ходит такая публика, знаете, очень своеобразная. Если вы вот прогуглите Walmart People, то вы увидите фотографии людей очень таких странных, немножко, которые не в себе. Но в Канаде это все не так. Канаде – это совершенно нормальный, обычный магазин, просто в который ходят нормальные люди, и не самые состоятельные. Да все ходят, господи, богатые ходят в Walmart, потому что там есть много чего. А сейчас уж тем более, когда все закрыто и больше некуда пойти, то Walmart вообще ходят все. Все. Постараюсь там поснимать, покажу вам, может быть, вам будет интересно. Сиусу. Ну что, есть очередь? Я объеду, посмотрю, есть дончик. Красиво. И сколько? О, здесь есть Макдональдс, кстати. Наверное, закрыт. В самом Боу-Марте есть. Нет очереди. Нет очереди. Ура! Как нам повезло. Все. Едем, паркуемся. Видите, какая у нас погода. У нас холодно, у нас тучи. У нас сегодня ночью будет минус 4, да? А пары дней назад у нас было минус 1 и шел остановка. А вот он уехал, давай на его место. Шик. А машин много, народу много. Почему же очереди нету? Парки где найти? Ну ладно. Значит, тебя пускают. Ты выйдешь, что ли? Я выйду. Ты возьмешь тележку? Нет? Нет, так точно. Да, ну что, Ну что, так же. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok DimaTorzok DimaTorzok Розовая она, так не видно на фотке. 13 долларов. Супер-вумен. Шорты. Так, что-то у нас еще есть. Подивиться. Майочки, футболочки. Джинсовый комбин и зонтик. Вот такой. О чем он? 29 долларов. Комбинезон этого самого ремонтника или летчика. Вот такой же еще защитный. А что, ничего, да? Так, здесь у нас ночнухи всякие. Ну, в ночнухи мы не пойдем. Это неинтересно. Здесь у нас сумки. Ну, сейчас пойдем в сумки, в украшения. Доходим. Досмотрим одежки. В этом пойдем. Ну, че. Ничего же. Ну, такое. Ну, вы поняли меня, да? Вы поняли, что здесь за товары. Ну, вы знаете, что? Так вот, для дома, например, покупают очень многие здесь одежду. На дачу. Хотя в Канаде нету дач, но... Что-то типа... Купальники. Идемте в купальники сходим. Ну, какой симпатичный. Под этим с арбузиками. Полосочку. Так, у Панки тоже такого бассейна у нас в этом году нам светит. Смотрите, какие красивые, правда же? Почем они? Лифчик. Так, сейчас, топик. Четырнадцать. Вот он. Вот какие они забавные. Смотрите, сзади. Вот такая вот... Хо! Фантазия. Семнадцать. Ну, кстати, высокие вот эти труселя. Я их люблю, потому что они... Ими можно... Под них можно спрятать живот. Вот какой красивый расцветчик. Найс. Классический черно-белый горох. Там тоже что-то веселое. Ой, а здесь, ну, здесь какие-то полосочки. Здесь как купальников. Жалко, что мне не надо. Хм. Очень даже неплохой. Вот тут тоже растерялся. Вернее, не растерялся. Пытаюсь народ пропустить. Который здесь шастает. Как подорванный. Блин, что им всем нужно? Вот тоже высокие труси. Видите, какие все. Живенькие. Расцветка живенькая. Семнадцать долларов. А, и к ним такой, знаете, не лифчик, а как такая вот, как маечка такая сделана. С таким вот сзади фасоном. Интересно. Вот чем это? Семнадцать. И вот такой есть купальник тоже. Видите, он такой. Вот какими-то... Ну, в общем, вы поняли, да? Все очень цветное, расцветастое. Лето. Впереди. Смотрите, как красиво. Да. Это все у нас. Видите, пляжные сумки здесь. Еще купальники. Тоже. Всякие купальники, купальники. И джинсовые куртки. Чего? Причем? Не знаю. Так, пляжные сумки. Шляпы. Ммм. Ой. Где будут нам нужны в этом году шляпы? Еще купальники. Да, ну, в общем, есть что такое. Не знаю. Я никогда здесь не покупала. О, супервумен. Какого они качества, как они выглядят. Смотрите. Оп. Прямо с карадным костюм. Но кто хочет, может так одеться на пляж. Супервумен. А это такой под милитари. Так что, тоже что-то. А, ты что-то. Украшение. Народу столько, слушайте. Я лавирую между людьми. Кошмар. Встанете. Набежали. Бежитерия. Ну, это уже все немодные кисточки. Вот эти симпатичные, как будто подкарал. Знаете. А тут симпатичные кисточки. А тут симпатичные кисточки. Сколько они стоят? 11 долларов. Да, ну ладно. Вон такие цели всякие. Праздные все какие-то красные, синие. Вот тут еще ремешки. Вот это неплохо, правда? Такое, как с всем перчатками. Не знаю, куда. Знаете, логистика. Я одной рукой держу телефон, одной рукой все трогаю. И рука у меня в обычной перчатке, не в резиновой. Сколько он стоит? 16 долларов. Потому что мне ее удобнее снимать и надевать. Время удобнее, чем резиновые перчатки. А потом я их прихожу домой, снимаю. Ой, смотрите, какая красота. Да, вот это да. Вот это кисти. О, перья. Да. Супер. Да, так вот я потом домой прихожу, снимаю и просто оставляю там на 3-4 дня. Еще лучше на солнышко выставить. И все. И они у меня... И не надевают дня 3-4. Так у меня есть несколько пар перчаток. И я вот так вот обменяю. Идемте сумки посмотрим. Так, сумки. Рюкзачки такие дирюжненькие в полосочку. Летние. Что тут у нас кошельки? Что тут у нас за сумки? Цветочек 35 долларов. Вот такая плетеная. С ручками в полосочку. Миленькая. 30 долларов стоит. Сумки на пояс. Сумка. Интересная такая одноручка у нее. Видите, одноручка обмотана таким тканью, как будто платок. А, вот эти вот платоны. Так, под шанель. Шинели местного разлива. Здесь у нас тоже, видите, шикар доз. Шикар доз. Перышки, пластик, сердечки. Красотища. Тут детская одежда. Кстати, детям здесь не знаю. Я, когда мои дети были маленькие, я им только так здесь покупала. Боже, он на один год поносил штаны, поносил майку. Она все равно за сезон инситируется до безобразия. Подорогубку, походь, дешевую. Дети так все плачь, подкорцы. И вырастают за несколько месяцев. Чего обувь? Вот тут у нас обувь. Ну, это детская. Сапоги. Резиновые. Любимая тема в Канаде. Что-то вы же нам не знаете. Тапочки. Ну, а это... А обувь для девушек модных и красивых, наверное, вот тут. А сонная. Ну, такая обувь здесь совсем. Совсем враховная. Что-то как-то совсем. Смотрите, какие цветочки миленькие. 29 долларов. Минусы сейчас снимаются. Видите, какие веселенькие. Ну, вот такие вот. Толешки. Масоножки. Вот милочки. Ну, что, эти, кстати, неплохие. 20 долларов они стоят. Ну, что, такие. Балетки. Балетки не в моде, вы не слышали? Так. Деревенские бабские пупли. Ну, в общем. Ну, и вот такое вот. Вот. Наша любимая. Наша любимая обувь. А что, удобно? Я люблю такое. Вот тоже. Шлопанцы всякие. Псаножки. Летние. Красота. Вот такие шлопанцы. И здесь у нас тоже все пришли. Пришли шлопки. Ну, пошла летняя обувь сандалией. Вообще-ка. Ну, в общем. Сами видите, тапочки. Привет. Привет. Косметика такая, знаете, вот, недорогая. Лореаль. Вот все такое. Тоже иногда, знаете, в принципе, лореали. Но в Африке лореали. Если вы хотите столько здесь купить, то здесь будет дешевле, чем, скажем, в любом фарме. Физион Формула, кстати. Это неплохой бренд. Он совсем неплохой. И что-то еще есть. Четненькая появилась. И Элэк вот этот бренд. Тоже дешевый, известный. Ну, все вот эти Кавер Гелл. Все, как надо. Все, что хотите. Закончили мы наш шопинг. Все, мы купили, что мы хотели. Сковородки, разные кастрюльки. В общем, по хозяйству ходили. Не так деньги тратите по делу. Боже, вы смеяться, знаете. И я на него шикаю. Тихо, тихо. Я снимаю. Я его смешно. Да. Такова доля мужа. Блогеры. Терпи. Все, ребята, буду прощаться. Заедем домой. Уже становится темно немножко. В общем, я надеюсь, вам понравилось. Я надеюсь, что вам было интересно. Увидимся в следующем видео совсем скоро. Пока-пока-бай. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok